Какие есть решения по предотвращению фальсификации доказательств для населения? По поводу решения проблемы фальсификации доказательств, я думаю, работа должна вестись системно по нескольким направлениям. Во-первых, это правовое просвещение населения, в том числе с помощью средств массовой информации, с целью информирования населения о том, какие правовые средства могут быть использованы в случае противоправных действий сотрудников правоохранительных органов. Например, не каждый гражданин знает о том, что в соответствии с положениями статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса защитника может быть допущен для оказания квалифицированной юридической помощи не только в момент придания лицу официального статуса подозреваемого или обвиняемого, но и в момент совершения иных мер процессуального принуждения, в том числе таких как осмотр, выемка, обыск. Во-вторых, я полагаю, необходимо совершенствовать кадровую работу, направленную на повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, их морально-этических, деловых качеств уровня правосознания и правовой культуры. И в-третьих, я считаю, что законодателю целесообразно подумать об ужесточении уголовной ответственности по статье 303 Уголовного кодекса, поскольку даже согласно части 2 статьи 303 за фальсификацию по делам о преступлениях, которые относятся к категориям тяжких и особо тяжким, предусмотрено максимальное лишение свободы всего до 7 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok